Вы знаете, я, оказывается, неправильно поняла, что это, оказывается, не линкаранская акация. Представляете? Ну, она тоже красивая. Я сейчас вам ее покажу, я ее тоже оставлю. А линкаранскую акацию я семенами посажу. Я ее нашла, собрала семена. Здесь она на станице есть. И я вам сейчас ее покажу тоже. Только в семенах. А это, которую я меняла на розочку, это вот она. Видите, как она выглядит? Вот она, она тоже красиво выглядит. И у нее такие вот цветочки красивые. Сейчас покажу вам, собачка вот эту не укусит. Вот, смотрите, как она будет цвести. Она тоже цепится. Приветик. Ты не будешь кусаться? Она, оказывается, вот такая. Это ту, на которую я обменялась. У нее вот такие вот фонарики. Вот они, видите, как красиво. Сейчас темно, конечно, дождик. Но, тем не менее, она мне тоже нравится. Я ее оставлю. Да? Кто, мой хороший? Кто такой? Кто? Вот. Вот это вот она, которую я уже посадила. Ленкаранскую акацию буду высаживать семенами. Вот так вот вам сниму. Листики, видите, похожи у нее. Но это не она. Это не Ленкаранская. Это как-то какой-то... Ну, мне написали подписчики. Я вам расскажу потом. Друзья, ну, что вы думаете после того, как я прекрасно лоханулась с Ленкаранской акацией? Спасибо подписчикам, которые мне написали, что это оказалось совсем не акация, но тоже очень красивое деревце. Я их оставлю. Я все-таки нашла эту Ленкаранскую акацию, но в семенах. Мы сходили, прогулялись с соседушкой до того дерева, где оно росло на другой улице. И мы набрали вот таких вот... Видите? У него, оказывается, вот такие семена. И там внутри такие, как... Ну, как от арбузиков семянки. Сейчас я, если смогу вам покажу. Вот, видите? Вот такие вот малюсенькие семянушки. И я их проращу. И выращу все равно. Потом выращу Ленкаранскую акацию. Я сама выращу. Их нужно замочить, чтобы они проклюнулись. И посадить. Я это сделаю на зиму как раз. Она у меня дома будет расти. Потом уже, когда будет достаточно высокая, я высажу. А у того, который я посадила, у него вот такие семена. Видите? Там такие, как свечечки. Цветы у него, как свечечки. А у этого такие фонарики пушистые, красивые. В общем, так как я такой седовод-то неопытный. Ну, так произошло. Ну, думаю, ничего страшного. А то дерево тоже очень красивое. Мне тоже понравилось. Друзья, привет! Это уже утро другого дня. И сегодня я продолжаю заниматься. Ну, так как я немножко лоханулась. Я уже вам сказала Ленкаранской акацией. И все равно мне понравился этот кустарник, который я посадила. Я вам уже показала, какие красивые у него фонарики. Я его оставлю. Оставлю его, просто посажу сбоку. Как бы там на улице же это все будет. А Ленкаранскую акацию я сейчас посею семенами. Я вам показала, что я собрала семена. Я их замочила. Одни замочила в горячей воде, другие в холодной воде. Я смотрела видео и люди говорят, что и так, и так все равно они взойдут. Так что сейчас с вами посеем эти семена. И будем смотреть те, кто со мной будут. Те, конечно же, увидят, чем дело кончится. Все, всем привет, всем хорошего дня, хорошего настроения. Я буду сеять. Вот мои семена. Я их, конечно же, не все замочила, потому что там их очень много я собрала. Вот эти я замачивала в горячей воде, они набухли. И в холодной воде они тоже набухли. Сейчас я их в блюдечко переложу и посею их в плошки. Вот эти семена я замачивала в холодной воде, а вот эти в горячей. Мне кажется, они все одинаково выглядят, что те, что эти. Довольно такие. Вот они были, когда я из этого вытащила, и они вот такие где-то были. Но я самые большие посею, а мелкие оставлю, если что, может еще разбухнут. Либо они слабенькие. В общем, буду выбирать самые более-менее толстенькие. И сеять. Вот эти вот горячие, которые я их посею отдельно. Какие зайдут, а какие, может, и не взойдут. Кто их знает. Вообще, конечно, Ленка Ранская Акация очень красивая. Как она цветет. Это просто невероятно. Первый раз мы ее увидели в Китае еще в каком-то там году. Не знаю, там в начале 2000-х. Не помню в каких. В общем, в каких-то мы летали в Китае раньше. И там у меня даже есть фотографии, если я найду, я вам ее покажу. Мы сфотались возле этого дерева. Какая красота. И тут я иду по станице, я смотрю это дерево. У меня такой взрыв мозга. Я думаю, как так? Откуда оно здесь? Так вот это тонкое вообще. Вот это вот толстенькое. В общем, я загорелась. Я думаю, что я хочу, чтобы ледом у меня такая же росла. И правда, она, оказывается, дает семена. У нее такие, как у гороха. Так и стручки. Вот. Эти вот плохие я их не буду сеять. Они уж больно тонкие. Так, ну и вот эту, которая в холодной воде. Наверное, может рукой даже удобнее. Я их тоже посею. Вообще смотрела видео. Женщина показывала. Она, по-моему, даже с Украины. Как они. Ну, они вообще выписывали семена. И посеяли их. И они у них быстро, быстро так зашли. За два дня. И за четыре дня уже были первые листики. Просто невероятно. Вот она говорит, что их нужно посеять рано. Как бы она в декабре сеяла, конечно. Сейчас у нас уже ноябрь, да. Ну, сегодня 29 октября. Будем считать, что ноябрь. И она говорит, что они должны за зиму наростить вот эту листовую массу. Потому что они очень поздно скидывают листву. И поэтому они им дают возможность, чтобы они как можно больше выросли. Чтобы в зиму шли сильными уже взрослыми растениями. Так что вот так. Сейчас я земельки принесу и присыплю это все делом. Покупная земля. Я ее присыплю. Посмотрим, как они. Я специально глубокие плошки взяла. Вроде как говорят, что у них стебель такой длинный. Не знаю, правильно ли я это поняла. Ну, пусть. Не лишним будет. Земля у меня та уже пролитая была, я вам не сказала. А вот эта, видите, она светлее, потому что она сухая. Так что, друзья, будем... Я люблю вот эти вот всякие эксперименты. Хотя они у меня часто заканчиваются неудачей. Но я очень их люблю. Потому что на своем опыте, как обычно, все учатся. То, что там купил и уже не знаешь, как оно у тебя будет расти. И чаще всего погибает. Но вот это вот, конечно, мне нравится больше. Я сейчас их закрою крышечками, пролью. Все. Будем с вами ждать красоту написуемую. Поехали. 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 Продолжение следует...